Нулевой. Камалон на Лобзаке. Уютно и современно. Есть интересные пловы из риса чунгара и кинжа. Закуски и напитки на любой вкус. Обстановка располагает. Ушли отдохнувшие. Первый. Ачик-Ош. Поселок Таракиот за кольцевой дорогой. Острота Ачик в плове реально присутствует. Интересный вкус. Выбор на заказ впечатляет. Сливаешься с окружающей природой. Батырака. Как держать. Второй. Балахавуд. В районе Паркенска. Мощный самаркандский зигир-Ош. Рис четкий. Мясо сочное. Пай нежное. Салаты и допы. Реально в удовольствии. Третий. Мармар. Раньше это популярное место называлось Плов и Самсанна Ивлева. И чайханский, и праздничный оправдали наши надежды. Спасибо за ваши улыбки, ребята. Четвертый. Кинг-Плов на Кукче. Гостеприимно, светло. Первый раз увидел в комплекте с пловом тыкву и лимон. Видать, коллектив молодой, ищущий. Плов нормально зашел. И чайханский, и праздничный. Домашний томатный сок понравился. Пятый. Даблакбек зигир-Оши. На рабочем городке. Реально самаркандский зигир, да еще и с рисом алангар. Место простое, а клиентов валом. И это о чем-то говорит. В конце Ашпас сказал свой секрет. Шестой. Абдуджалил-Ош-Марказина-Кукче. Ташкентский свадебный. Уютно и приятно. Сладковатый вкус от навата в зирваке. Шикарно дополняет вкусовую картину. Сытный и в то же время легкий. Все в балансе. Седьмой. Пайли-Майли-Ош. Убуденного на фаргана-Юли. Абдураим-Ака Ашпас, у которого всегда в одной руке капкер. А другая приложена к сердцу. Никаких современных наворотов и угодливых официантов. Надо ложку? Пойди и возьми. И чай сам завари из титана. Несравнимый ни с чем запах плова на дровах. Простота и щедрость зашкаливают. Абдураим-Ака. Мы любим вас. Восьмой. Минор-Ош на экспоценты. Экстремальный ташкентский плов при минус 14. Есть и чайханский. Вкус хорошо сбалансирован. Едим это аппетитное блюдо. Чокаемся горячим чаем и смотрим на проплывающих по анхору людей на байдарках. Девятый. Иштыхон-Зигир-Ош на кушбеги. Вкусно, сытно, щедро. Самаркандский зигир-Пай-Плов на аланге со всеми допами, комплектациями и салатами залетел как родной. На ужин мог пить только чай. Решили, что с таким пловом челеугодие не греет. Удача бы у нее такая. Десятый. Сахил-Накушбеги. Ситора по-персидски. Звезда. Морковь кубиками, как звезды в космосе плова. Мясо кусочками. Масло-Зигир. Смотрится необычно. Пахнет ароматом. Залетает быстро. Пай вообще как живой. Игра-игра и делай. Одиннадцатый. Файзи-Балант-Ош в районе Карасарайска. Ашпас Бахады-Рака – очень приятный и позитивный человек. Его гармоничная энергетика разлита везде. Плов прекрасен в своей классике и простоте. Все родное ташкентское. Бахады-Рака – от всей души. Двенадцатый. Дамбрабад-Ош в Махале-Гавхар. На входе сочность, смачный запах плова скружил голову. Дружелюбно и гостеприимно. Ташкентская классика, как в детстве. Узнали историю свадебного плова. Тринадцатый. Плов-сити на шастре. В ассортименте – ташкентские, самаркандские, чайханские. Современной интерпретацией. Мы назвали плов молодежно-туристическим. Салаты, напитки, обслуга – все норм. Четырнадцатый. Ош-сити на Сагбане. Щедрый ташкентский, вкусный и красивый. Просторный и в то же время уютный. Ложка постоянно в руке. Останавливаться не хочется. Шократа как. Так держать. Пятнадцатый. Плов-энд-нон на Мирабадском. Приняли участие в церемонии открытия. Гостеприимно и уютно. Прекрасное сочетание классики и современности. Плов на пятерку. Реально удовольствие. Спасибо, Садор Ака. Шестнадцатый. Чопанча. Шахрисап стал млари на перегрёвке улицы Арнасай и Чопаната. Плов с горной части Кашкадари. Пообщались с колоритным мужиком. Попробовали кашкадаринскую самцу. Плов необычный. Для ценителей тонкого вкуса. Остались довольны. Семнадцатый. Ашпаз точка усы. В Махалер Аката. Это именно те ребята, которые первыми придумали консервированный плов. Уютный гостеприимный дворик. Весна. Горячий ташкентский плов и зелёный чай. Ну и что ещё для счастья надо? Ашпазу Мухаммад Захидову спасибо за тёплый приём. Восемнадцатый. Плов у Жавката Ака на Фаргана Юли. Сюда лучше приходить в обед, к открытию казана. Плов стандартный, уличный, ташкентский. Обстановка и сервис плову соответствуют. Душевно пообщались. Девятнадцатый. Пай плов на метро Челанзар. Самаркандский зигир пай плов. Отлично сбалансированный, реально вкусный и добротный. Сытный и в то же время лёгкий. Благодарим Хабибуло и Ашпаза Хамрона за душевный и тёплый приём. Двадцатый. Арт-плов на Шатару Ставеев. Молодёжно-туристическая ташкентская классика. Обстановка и сервис на уровне. Артистизма в плове не нашли. Рассуждали о пловном маркетинге. Двадцать первый. Дуньё на текстильном. Сюда приходишь не только, чтобы просто поесть плов. Атмосфера на релаксе. В плове при его насыщенности много полутонов. Окружение располагает. Реально отдохнули. Двадцать второй. Бешказан на Телевышке. Раскрученное место как точка притяжения. Количество блогеров превышает допустимую концентрацию. Советуем начинать с кухни. Всё на виду. Нутралистично. Для знакомства с пловом в самый раз. Двадцать третий. Муладус на обжорной улице рядом с Лилей и Жигули. У них всё на заказ. Прекрасный и эксклюзивный плов с баранинкой на оливковом масле. Залетел на раз-два. Погружение в наше сообщество дополнило картину. Двадцать четвёртый. Зигир Ошпа и Шанба на текстильном. Родоначальник Зигир плова в Ташкенте. Прекрасно сбалансирован без зигирной напористости. Обогащая вкусовые рецепты, проскальзывает внутрь как родное. Вах! Двадцать пятый. Эко-кафе в районе Паркенского. Веганское кафе со множеством адаптированных блюд. Для тех, кто в теме просто отдушен. Прекрасный выбор. Первое, второе и даже десерт. Плов интересный, вкусный и красивый. Двадцать шестой. Сам Ош на Паркенском. Отличный самаркандский. Всё по классике. Реально и заслуженно раскрученное место. Рассуждаем о самаркандском плове и пловном маркетинге. Двадцать седьмой. Вох-вох на Катартале. Хорезмский плов. Нежный и ласковый. Тонкости приготовления и вкуса. Реально новая грань в пловной культуре. Помидорки Учкунлик. Дайте две. Двадцать восьмой. Шалом на С6. Бахш. Плов бухарских евреев. Обилие специфических закусок и настоек. Очень необычный зеленый плов. Лекция о приготовлении. Общение в сообществе. Эх, хорошо. Двадцать девятый. Ибрагим Бек на Макеми. Самаркандская классика. Гостеприимство. Салаты. Прохлада. Красиво. Вкусно. Вдохновенно. Рассуждаем о степени приготовления риса и самсы. Сидим. Кайфуем. Тридцатый. Аши Амири на Малой Кольцевой. Плов бухарского эмира. Необычный плов. Необычное приготовление. Необычный вкус. При всей своей деликатности и диетичности удовольствие и сытность доминируют. Тридцать первый. Дилкаш на Саракульке. Классический андежанский плов из Дельзеры. Мужской и обильный. Со шкварками и перчиками. Приятный привкус карамельного лука. Место уютное. Шашлык тоже залетел. Тридцать второй. Чайхана Риштан на Бегтимире. Встреча в рамках одноплавчан. Погрузились в мир риштанской керамики. Авторский плов от Сенсей Ака. Остальные типы помогали. Медитативный релакс маленьких мужских радостей. Тридцать третий. Камалон на дружбе народов. Ташкентский, самаркандский и чайханский. Куча салатов. Гостеприимно. Популярное место. Прохладный ветерочек. Добавил удовольствие. Тридцать четвертый. Ошпалов. Возле гостиницы Саяхата. Современно и стильно. Прохладно и гостеприимно. Порции добротные, вкусные. Такой сочный колоток ел первый раз в жизни. Ашпазу Ибрагим Ака. Наше восхищение и лайки. Тридцать пятый. Элси Элит Кафе на улице Сайран. Настоящий бухарский ашесофир. Для реальных ценителей тонкого вкуса. Глубокий и деликатный. Нежный и самобытный. Тиме лайк за расширение кругозора. Ашпазу Ильхом Ака за мастерство и душевность. Тридцать шестой. Намдор на Малой Кольцевой. Светло и просторно. Три вида плова и семь видов самцы. Шурпа, шашлык. И все это 24 на 7. Все улыбаются. Первый раз попробовал пашкентский плов в такой пикантной версии. Тридцать седьмой. Бухарский бульвар. Ашеси Йоб на Буюку по Каюли. Место уютное. Посмотрели ашпаз кунг-фу от Халилака. Лекция о том, какие пловы бывают в Самарканде и нюансы приготовления была на высоте. Тридцать восьмой. Бежказан на Кукче. Праздничный ташкентский с допами и салатами. Обслуга четкий. Обсуждаем роль казана в истории плова. Колоток вообще выше всяких похвал. Тридцать девятый. Самса ошмаркази на Лабзаке. Ребята гостеприимные. Место уютное. Можно и вечером в компании посидеть. Мы взяли ташкентский. Все норм. Самса четкий, круглосуточный. Загадали интересную тематическую загадку. Сороковой. Балахавуз на Лабзаке. Количество видов шашлыка впечатляет. Плов самаркандский. Добротный и душевный. Ашпаз колоритный. Обслуга прекрасная. Поразила готовность риса. Реально в удовольствие. Сорок первый. Самдиош на Малой Кольцевой. Уютный дворик и прекрасный самаркандский плов. Гостеприимный хозяин Бахадыра Ка рассказал историю этого места. Ашпаз Рустама Ка по-домашнему окропил плов в загорленном масле. Порции большие. На двоих полторы порции хватило. Теплый осенний денек. Аромат плова и неспешный уютный разговор погрузил нас в созерцание жизни. Уходили и сытые, и отдохнувшие. Сорок второй. Ариана Набабура. Афганский басмати плов. Ариана – это ресторан, который в обед имеет бизнес-ланч-меню. Плов достойный, легкий, я бы сказал диетический. Вкусом рулят рис басмати. Порции нормальные, ушли довольны. Сорок третий. Каракамыш Ош. Ташкентский той Ош. Ашпаз Азим Ака – общительный, открытый и гостеприимный человек. Плов по классике, как надо, не диетический, настоящий. Есть и чайханский. Очень чистый и сытой. Нам очень понравилось. Сорок четвертый. Изад Чайханасе в районе Кадыши. Место простое, но душевное. Славится своим очень доступным комплексными пловными сетами. Ташкентский и чайханский. Весь плов разлицается к двум часам. Козы-бульон к плову – просто вах. Сорок пятый. Баги Зилол на Каракамыше. Центральный зал, семейный зал и геранда. Выбор блюд впечатляет. Только шелкуков около 20 видов. Плов ташкентский. Все по классике. Философствуем на тему, в каком возрасте начинаешь осознанно есть плов. Акмалика. Так держать. В составе проекта. Плов. ТОЧКА. ПРО. Плов. Субтитры создавал DimaTorzok